Новости портят мне настроение. Честно говоря, они и мне портят, и всем портят. Но вот как бы так сделать, чтобы не портили? Ну, прежде всего, нужно определить, что количество новостей, которые мы можем потреблять в день, должно быть ограниченными. Поэтому подумайте о том, какую информацию вам действительно важно иметь, и подберите те два-три канала, которые дадут вам весь спектр необходимой информации. Во-вторых, не нужно потреблять их круглосуточно. Но не так часто происходят события в течение дня, чтобы вам регулярно за ними смотреть. Ну, значимые события. Поэтому просто выделите себе время, когда вы будете потреблять новости. Желательно не делать это на вечер, потому что если вы эмоционально и способны, так сказать, сильно сопереживать кому-то, и вообще переживать, то лучше это сделать днем, чтобы к вечеру ваше настроение не ухудшилось. Ну, и самое главное, используйте критическое мышление. И если мы с вами относимся к новостям как к истине в последней инстанции, то время уже давно прошло, если когда-то и было. Все, кто создают новости, делают это зачем-то. Или для того, чтобы приковать наше внимание, или потому что они работают на ту или иную силу в нашем обществе, или вообще в мире. И надо в этом смысле использовать критическое мышление. Важны только факты и системное видение. А вот для того, чтобы это системное видение у вас было правильным, без критического мышления вы точно не обойдетесь. Продолжение следует...